Ну а теперь наступило время самостоятельно создать свою собственную таблицу. В программе Microsoft Word в строке меню нахожу слово «Таблица», «Ставить таблицу». Теперь мне нужно указать число столбцов. Могу увеличить число, уменьшить. А могу задать точное число с помощью клавиатуры. И число строк. Оставляю автоподбор ширины столбцов постоянным. Нажимаю ОК. Получилась такая таблица. Я могу выделить целую строку, сделав щелчок мыши немного левее своей таблицы. Или вот так. Обратите внимание, как сейчас изменилось начертание моего курсора. Выделяю целый столбец. Всю таблицу вы можете выделить, нажав на значок «Две перекрещенные стрелки». Выделяю первую строку. Устанавливаю общий для всех ячеек размер шрифта. Расположение текста по ценам столбца. У меня будут располагаться названия дней недели. Для того, чтобы перейти в новую ячейку, я могу сделать щелчок мышью в нужной ячейке. А еще я могу передвигаться с помощью клавиш курсора. Курсор вправо. Курсор вправо. Заголовок строк. Здесь у меня будут располагаться имена ребят. Установлю начертание шрифта «Курсивное». Размещение текста по центру. Передвигаться я также могу с помощью курсора. Клавиша «Курсор вниз». Предположим, я буду создавать таблицу графика дежурства этих ребят. Оказалось, что в моей таблице слишком много строк. А теперь мы удалим. Это можно сделать разными способами. Выделяю строки. Правой кнопкой вызываю контекстное меню. Выбираю команду «Удалить строки». Таким же образом я могу удалить ненужный мне столбец. Выделяю целый столбец. Правой кнопкой вызываю контекстное меню. И можно выбрать команду «Удалить столбцы». Второй способ. Выбираю команду «Таблица». Ставить столбцы или строки. Или удалить столбцы или строки. Для того, чтобы показать, в какой конкретно день будет дежурить каждый из ребят, я выделю пересечение столбца и строки. Получается примерно так. В понедельник у меня дежурит Иван. Во вторник дежурит Сергей. В среду – Маша. В четверг – Даша. В пятницу – Оля. В субботу – Галя. Ну а воскресенье – выходной. Мы научимся изменять заливку в ячейке. Для этого выделяю ячейку. Правой кнопкой вызываю контекстное меню. Выбираю команду «Граница и заливка». Сразу перехожу на вкладку «Заливка». Выбираю понравившийся мне цвет. Нажимаю «Ок». Точно так же я могу поступить с остальными ячейками. «Граница и заливка». Зеленый цвет. «Ок». Выки вечно у того, выки вечно у того. Кто не знает ничего. Если четко отвечать, если четко отвечать. Что получишь пять опять. Сами без старания не приходят на нее. Потому, потому, потому старания. Прояви, прояви, прояви старания. Такой график дежурств украсит ваш классный уголок. Такие таблицы вам пригодятся при оформлении рефератов и проектных работ. Успехов!